всем привет сегодня отвечаю на вопросы которые вы оставляете по моему видео а также в контакте в инстаграме не забываем проходить под описание к моему видеоролику там есть ссылки на все мои ресурсы где вы можете на меня подписаться и там мне ставить лайки тоже задавать вопросы и общаться со мной а также предлагаю вам все ссылочки для того чтобы зарегистрировать pioneer зарегистрировать пинкой и так далее все будет в описании под моим видео и буду отвечать на следующий вопрос так так мы кто-то спасибо мне пишет на пожалуйста очень много благодарности и не буду на них всех читать благодарности так вот не спрашивают юлия вы говорите на ярмарке мало просмотров это примерно сколько в день вот у меня сегодня три просмотра на одной работе и на один на другой за весь день и выставила 18 товаров но я уже не занимаюсь магазин так вот так и поняла что там ловить нечего хотя если вы профессиональный художник пишите картины на холстах больших размеров то может вам повезет но как по мне там тупо гребут с нас бабки заставляет постоянно писать статьи проявлять активность без этого всего продаж там не будет ты плачешь и их сайт продвигаешь то есть весь день ты пишешь картины а потом весь вечер как прокляты работаешь на сайте ну про просмотры я рассказывала в одном свое видео у меня когда-то давно я был в восемнадцатом году заводила магазин на ярмарке мастеров я выложил там может быть 20 работ я не помню сейчас секунду так пришлось мне отвечать для то чтобы ребенка ребенка я рассказывала вам про ярмарка мастеров вот я восемнадцатом году получается там сколько до месяцев я не помню может быть месяца четыре или пять я там торчала платила деньги не помню сколько у меня там было работ 20-30 честно не могу сказать не помню то что у меня сохранилось только три работы социальные все удалились я даже не помню что было честно и практически не было просмотров я прошу ночью я там плачу плачу деньги за что я не стала там продвигаться сейчас я ярмарки мастеров думаю но ну как вот тоже вот с этой мыслью что я конечно не знаю опыт таком не был мне очень позитивный на ярмарке мастеров то же самое что у вас а вы тем более это сейчас делали я думаю что уж там изменилось но я думаю если в россии продвигаться то нужно пробовать может быть авито вот такие какие-то там дела я не знаю какие там сейчас есть что еще там яндекс маркет еще какие-то магазины фалберис я не думаю что это возможно скорее всего надо такие пробовать сайты объявления я думаю там можно что-то продать но у меня были продажи вот через instagram но тоже немножко и случайно то что у меня подписчиков немного в инстаграмм вообще и сколько я там не старалась на конечно немножко и очень старалась но подписчиков у меня мало 100 грамм и все равно мне получалось нам продавать то есть люди переписали мне хотели какие-то работы заказать портрет еще что-то такое ну то есть я думаю но нужно идти таким путем если вы хотите в россии продавать а так вот именно проводить пинкой пробовать заниматься дпв но я уже про дпв говорила что мне показал что лучше всего он работал пока у меня был дпв и у меня были там прямые линки на идти я не отследил ни одну продажу чтобы она была с дпв не знаю может я что-то конечно профукала но я этого не заметила и как только я убрала эти линки и поставила на прямую оплату через ппл у меня пошли продажи и я там хорошо продала январе и феврале но сейчас это вообще невозможно да то есть ну в принципе я не знаю я поговорю со своей сестрой у нее понятно что есть ппл и она могла бы принимать то есть я как бы хотел попросить ее чтобы она оплатила мне дпв участие да там но можно и договориться о том чтобы и платежи приходили к к ней на ппл на ее да уже как бы она мне там другим способом какие-то деньги приводила но это же понимаете какие у вас отношения с тем человеком даже вот она моя сестра двоюродная но мне вроде как неудобно ее напрягать лишний раз это раз во вторых я не знаю там какие у нее законы да то есть возможно придется за это налоги платить и так далее то есть это очень какие-то такие тонкие все вещи надо об этом очень хорошо думать то есть то что она за меня там может заплатить за этот а я там ее маме допустим деньги какие-то дам в рублях то на это на этот счет мы с ней уже договаривались да хотя мы еще этого не делали то что я пока решила дпв как бы не заниматься какое-то время но я думаю о том что может быть надо вернуться но пока еще если я решу то я вам конечно расскажу то есть я уже нашла способ что мы с ним договорились можно конечно и так но рискует надо искать варианты не знаю что еще вам посоветовать я тоже как бы не в восторге от ярмарки мастеров какие там были просмотры я честно не помню то что это было очень давно я больше их там практически не было какие-то были вообще смешнее там просмотры и мне казалось что но смысл там что-то тусоваться если там нет просмотров что такое я не знаю не тратьте время честно если вы уже попробовали и не получается действительно вот пинкой эта площадка бесплатная то есть она смысле даже лучше чем идти потому что вы на идти должны платить за листинги и я за листинге столько денег отдала честно и поначалу вообще ничего зарабатывая у меня есть видео о том что я проторчала год на идти и ушла в минус потому что я платила за листинге за рекламу и ничего не продавалось и начались продажи только вот прям январь-февраль и все рухнуло скажем так вот а здесь листинги бесплатные то есть вы не платите за листинге за рекламу конечно нужно платить но и листинге бесплатные реклама исчезла должна не знаю как это оплачивать то что карты опять наши не будет приниматься вряд ли мы сможем оплачивать рекламу на пинкой поэтому в принципе у вас будет просто бесплатный магазин будете просто против платить проценты за продажу вот и все развивает нужно развивать какие сети вот я понимаю что через фэсбук можно через твиттер развиваться но они у нас сейчас там все заблокированы но через vpn что делаешь вот так других вариантов нет и надо сразу думать о тех аудиториях куда есть доставка не стоит расширяться на весь мир потому что виде в европу хотя вроде европы рядом с нами но перелетов нету больше допустим не отправляться это будет недалеко от нас так что надо смотреть он следите следим за за сайтом почта россии какие страны попадает в блок но их сразу же убираем своего магазина пинкой так татьяна с отказываться нужно такой карточки это пропаянира напишет еще тратить по ней 10000 до нее вообще страшно заводить деньги друг почтебанк еще за что-то спишет потом ходи разбирайся ну на это же комментарий какие ужасы у меня газпром ничего не списывал вот так но я уже рассказывал что я завела эту карточку и не он будет именно потому что я подумал что ей можно будет платить дпв но это невозможно поэтому если вы никуда не едете за границу то вам эта карточка не нужна если вы собираете путешествие посмотрите в этой стране принимает ли эту карту и в каких именно отделениях я принимаю то что ее не везде принимает еще то есть не во всех банкоматах банках вы сможете расплатиться этой карты не во всех магазинах нужно отдельно посмотреть но это хотя бы хоть какой-то вариант если вы куда-то едете оплачивать ей заграничные сайты не вариант она не производить оплаты поэтому действительно она не нужны пока от нее не отказалась потому что ну мало ли что-то мне еще будет нужно почему я завела именно карточку на почта банк в тот момент это был бесплатный вариант то есть я ее завела бесплатно и обслуживание было нужно было 300 400 рублей в месяц потратить чтобы обслуживание было бесплатно потом у них изменились условия я успела буквально попасть последний вагон потом уже выпуск карточки стоил 5000 и вот поднялось вот это обслуживание на расходы на десятичные в принципе с этой картой оплачиваю покупая там продукты еще что-то я оплачиваю этой картой и как бы 10 тысяч у меня выходит месяц трат и она нормально там неплохие бонусы какие-то начисляются за то что ты что-то там тратишь там какие-то бонусы очень большие какие-то там процентики начисляются в принципе какая мне разница какой карты оплачивать карты мир или или юнион пэй какая разница тем более на мир там какие-то приходят только бонусы беру банк спасибо которые не в каждом магазине можно списать здесь бонус приходите как это каких-то баллов которые ты в рубли переводишь все то есть принципе это живые деньги те возвращаются ну да небольшие там какие-то копеечки но все равно приятно потом принципе я пока от нее отказываюсь отказаться всегда можно в любой момент в тот момент завести карту газпром банка или другого банка было невозможно как была возможность но они стольки бешеные деньги 15 тысяч 10 тысяч за выпуск карты учета мне не хотелось такие деньги тратить то что выпустить карту я их сразу же отмела потому что я даже смотрел потом обслуживание возможно там обслуживание бесплатно если вы завели эту карту раньше этого всего трэша кто может быть вам повезло но но такая вот карта что делаешь кому команда нужна то кто хочет куда-то путешествовать то надо искать варианты удобно именно у него такие сейчас условия ну я пока не отказалась так асса ну что вы хотите от почта банка ты же дочка до втб самого санкционного банка какие с ним могут быть внешние операции покупки кстати в это бы сразу же быстренько продал под шумок почта банк и он теперь к нему не относится это случилось сразу же как только санкции объявили что она будет наложена в это бы банк он сразу продал свои активы в почта банке поэтому он сейчас как бы никакого отношения не надо это банк такой странный немножко просто вам этого самый дешевый вариант который я нашла выпустить ту карту и поэтому я побежала туда ну все реально она не работает но я тогда не знал что он не будет работать поэтому я рассказываю это был мой опыт что я могу сделать такой опыт был такой есть натали добрый вечер на деле поспешных выводах про карту юниор пвм эта карточка сослужит хорошей службы когда вы поедете за границу ну вот хотя вряд ли я пойду за границу в такой ситуации я не знаю конечно есть люди рисковые которые за границу я в такой ситуации но я думаю что я бы не хотела оказаться за границей в тот момент когда начнется какая-нибудь конкретная третья мировая война и все начнут друг другу воевать а ты где-то за границей торчишь ну конечно здесь что этого не случится ну так как все развивается быстро я не знаю чем это может закончиться поэтому вряд ли в скором времени по это за границу ну а там может быть если на пригодится пока я не отказываюсь носите пишешь правы опять про втб про то что он много санкций я уже про это рассказывал что втб полностью продал свои активы в почта манты сразу же буквально вот прям в первые дни как только это произошло ну там просто господи там перевели я с одного человека на другого как всегда активы бизнес кругах там быстро все вопросы решаются это мы тут маленькие люди бегаем ищем варианты что же нам делать как же нам продавать бизнесе там все быстро находит быстро договариваются быстро как это меняет одни сапоги на другие переобувается воздухе поэтому у них много там всяких схем есть и тогда как им что делать они не парятся это мы маленькие там людишки не знаем как наши 30 баксов туда-сюда перегнать смешно конечно ну так и есть что сделаешь так мы живем так всегда жили так у меня карта union pay только положительный опыт карта уже изначально позиционировали как способ снять деньги за рубежом и расплатиться за рубежом вместо мастер-карты виза не скрывалось что онлайн шопинг мимо увидите кто-то уже знал об этом и на эту на этот комментарии очень много ответов там тоже она не везде работает да вот я же говорю надо сразу же проверять в ту страну которую вы едете работать ли там эта карта и в каких местах она работает она даже может быть в этой стране и принимается но не в каждом банке не в каждом банкомате не в каждом кафе вы сможете расплатиться это не виза и мастер-карты этот сто процентов так очень много пишут тематических чатов по странам где люди отписываются с какой карты как проходили снятие кэша оплаты онлайн во вторых я сама сейчас барселоне использую не вы каждый день видите все окей у человека барселоне работе на бэй супер ну то есть вот я же говорю за границей работать так какая у вас карта россельхозбанк все которые уехали у нее знакомые тоже карта расход банк у кого-то солидарность но и почты ни у кого нету то есть про почту банк кто не знает ну вот возможно эта проблема реально с почтой банка я не знаю честно вот у меня какая карта есть такая есть но народ пишет что за границей можно и пользоваться но оплачивать онлайн покупки нельзя даже банкой карты россельхозбанк поэтому что есть то есть так наталья дуриманова так юли огромное спасибо за видео я зарегистрировалась жду ответа ну надеюсь вы получили свой ответ пришел пригласили создать магазин ну вот супер да я очень рада за вас надеюсь что и продажи у вас скоро будет так москва как это пишет лежа не дать лажа не доделана этот точный почта банк сто процентов ну да очень много негативных отзывов по поводу этого банка я так могу сказать юля спасибо за информацию мне тоже пинкой площадка понравилось похоже на эти в смысле оформление магазина не знаю только как мне алгоритм будет тебя показывать дпв все по-другому там картины художников один раз публикуются можно визуально выбрать понравившийся да это совершенно разные все площадки но и на в том же на том же дпв можно через поиск искать свои картинки в принципе ну может царя вонусил там работа это все таки но вот я даже была удивлена мне продались продалась картина на дпв с розами я об этом кстати рассказывала своем видео она была очень популярна очень очень популярна надо было просто супер популярный но она висела у меня очень очень давно уже наверно год прошел как она мне висела и она не продавалась и потом вдруг она резко продавалась просто резко 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 по моему да как-то так случилось и я честно не помню и продалась ее пара а я к ней уже эту вторую подсумела которая была популярна авто 2 была не была популярна честно я уже не помню надо самой пересмотреть свое видео ужас какой то есть я даже не помню как там было чем у меня какая работа продавалась то которого его популярна или нет ладно смотрите мое видео про то как меня начал продавать дпв оба сайта хорошие и вот я же говорю на дпв я заметила что продается именно когда у тебя прямая ссылка на paypal тогда все там продается когда идут клинки чеку да вот он визуально к этому сайту привык он там смотрит и вдруг переходит на какой-то другой сайт что там все по-другому очень многие люди сразу теряются и уходят я уже замечала и не то что замечала у меня просто есть сестра которая занимается тоже своим бизнесом у нее ну он там саду на телефоне всех не занимается у меня тоже есть всякие электронной площадке она много визит как продвигалась и она мне всегда говорила что это человека всегда раздражает то есть вот он визуально какой-то картинке привык и друг какой-то переход кто-то нормально быстро ориентируется но большая часть людей отказывается он больше не думает о покупке потому что как-то все сложно ему кажется но это как бы это мой опыт кого другой напишите мне может у вас по-другому все было всем пока пока очень приятно пишите вопросы пишите свой опыт есть вам лень писать записывайте мне аудио на вконтакте аудио сообщение я их все прослушаю обязательно так что всем пока всем удачных продаж пусть у нас получится я думаю что все будет хорошо все настроить еще наладится все мы помиримся и все будем когда-то когда мы будем жить все дружно очень уже того хочется все всем пока пока